А вот сейчас, кстати, я говорил, что программа для взрослых, детишек рядом нет, но тогда рассекречиваем имя первого монреальского Деда Мороза. Ну, вообще-то он не очень и таился, и живет он в погребке. Ну, скажите, как его зовут? Вот он, погребок, а вот медведь, это лось, это гости, а вот и сам наш герой сюжета. Пришел я к вам, ребята, издалека, из леса, а в лесу зима, а в лесу темно, кругом сугробы намело, как будто белым мехом леса одеты снегом, ну и так далее. Почти так. Только с бородой из ваты первый Дед Мороз Монреаля Леонид Лихтен покорил детские сердца, а значит, и их родителей. И было это вчера, 21 год назад. Вы смотрите реконструкцию событий. Любой взрослый знает, тут без любви к детям не обошлось. Как и сегодня, без трогательных историй. И тут ребенок говорит, подожди, Дед Мороз, не уходи. И убегает куда-то девочка, и вот так тащит, входит вот такую красивую коробку с тончайшим фарфором чайным сервисом. Я так говорю, тебе. Ну и еще одна история из тысячи. Мудрая. Намечался воспитательный момент, но с нашим Дедом Морозом жесткий номер не прошел. Ну вы скажите, если он будет плохо кушать и не будет делать руки, вы его заморозите. Я говорю, не, вы знаете, вы, ну, вы давайте это, пугайте кем-нибудь другим. Ну что же я приеду с Дедом Морозом и буду морозить. Родители подключались, мы вставали в хоровод, 3-4 человека, если один ребенок, 4, 2, 3, и мы крутили хоровод. Стоит ли удивляться, что те самые детишки, у которых уже свои детишки, встречают Леонида как родного и сразу вспоминают нашу новогоднюю сказку. Ту самую советскую, но уже канадскую. Много на елочке шариков лесных, ну, тогда цветных, в лесу родил. Это наши детские песни, вот их мы и хороводили.